В своих сюжетах мы неоднократно рассказывали о наших земляках, которым нужна помощь. Вот и в этот раз мы не смогли остаться в стороне от чужой беды. Четырехлетней Полине Жуковой требуется дорогостоящее лечение по восстановлению слуха. Сумма на операцию баснословная – около 8 миллионов рублей. У многодетной матери, она одна воспитывает четырех детей, таких денег нет. Я хочу стать спасателем, чтобы помогать людям и животным. Знакомьтесь, это Полина. И она мечтает стать, когда вырастет спасателем. Но сейчас спасать нужно саму Полину. У девочки врожденная аномалия развития уха. Проще говоря, девочка слышит только одним ушком, а другое недоразвито. После выписки мы посетили сурдолога. Она проверила, говорит, что одно ухо слышит стопроцентно, вот второго как бы нет, соответственно, о слухе нет и речи. Пока она, говорит, маленькая, она воспринимает звуки, как колебания, проходящие через косточки. Она как бы будет воспринимать звуки не так, как все дети, она не так будет слышать. Дальше будет ухудшение речи вследствие неполного восприятия звуков. Был поставлен диагноз микротия третьей степени, это недоразвитие вот ушной раковины, вот хрящик, валик хрящевой, и отрезия слухового прохода, то есть это заращение ушной раковины. Многие, знаете, недооценивают эту болезнь, считают, что если ребенок не смертельно больной, то как бы в помощи сильно здорово не нуждается. Я могу вам сказать, что это заблуждение. Отсутствие одного ушка не только скажется на развитии девочки, ухудшение речи, но и может угрожать жизни ребенка. Любое простудное заболевание способно спровоцировать отит, воспаление уха. И тогда из-за аномального развития вероятен риск возникновения такого смертельно опасного осложнения, как менингит, воспаление головного мозга. У Полины уже был отит, к счастью, все обошлось, но опасность сохраняется. Восстановить все функции уха и вернуть слух можно. Для этого требуется операция в одной из американских клиник. В российских больницах не дают никаких гарантий и берутся оперировать только после 10 лет. А время не ждет. С каждым годом ушной проход все больше зарастает. Есть такая клиника в Штатах. Доктора с мировым именем. Я написала, отправила все обследования. И доктор написали мне, что она идеальный кандидат на операцию. Хоть сейчас. У нее 8 баллов из 10. Два балла забрали, потому что заращение ушного прохода и то, что среднее ухо, проход суженный. Выставили счет. 87 тысяч долларов. Они дают 100% гарантию, что она будет слышать. После операции где-то через полгода слух будет 100%. То есть это полностью реконструкция. Это пластика. 87 тысяч долларов. Это примерно около 7 миллионов рублей. Плюс дополнительные расходы на визы, перелет, проживание около двух месяцев. Это еще миллион. Таких громадных денег у многодетной мамы, воспитывающей четырех детей, нет. Их семья живет на пособие по инвалидности Полины и самой Ольги, которая лечится от рака. Приходится обращаться к людям, чтобы помогли собрать денежку на операцию. Чтобы мой ребенок слышал, как все, слышал звуки этого мира. Вот шелест листьев, капельки дождя, как капают. Чтобы вот эти все замечательные звуки, вот этот мир богатый на звуки, чтобы она его слышала. С помощью социальных сетей, друзей, знакомых, помощи городской и районной администрации, предпринимателей на лечение Полины удалось уже собрать около 600 тысяч рублей. Но этих средств явно недостаточно. Оплатить лечение нужно до 21 октября. Теперь надежда только на неравнодушных людей, которые своими пусть и небольшими пожертвованиями смогут подарить маленькой Полине полноценную жизнь. Мечтаю, чтобы у меня было еще одно ухо. На лечение требуется огромная сумма, но жизнь и здоровье ребенка дороже любых денег. Собрать на операцию нужно много, но и нас, жителей Славянского района, тоже много. 50, 100, 500 рублей. Каждого из нас эта сумма не спасет. А маленькую девочку, похожую на ангела, может. Полина все понимает и очень надеется на чудо, которое вы можете ей подарить.